Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. Доброе туманное утро из Виндзора. И я хотел бы сделать замечание о том, что много появилось людей, много появилось ребят, которые пришли неоткуда, ребят, которые не были в нашем проекте годами и годами, которые недостаточно хорошо знают ситуацию, недостаточно хорошо знают миграционные законы, и недостаточно хорошо знают меня. Но это люди, которые действительно доброжелательны многие, люди, которые интересуются нашим проектом, люди, которые интересуются мной, моей жизнью, наверное, моим стилем ведения бизнеса, всем тем, что для тех ребят, которые уже давно в нашей орбите, стало привычным, понятным и не задаются на вопросы. Дело в том, что, ребята, сразу скажу, что я очень сильно отличаюсь от вас, потому что у меня просто, грубо говоря, я старше вас намного. Я сформировался в другой стране, в другой системе, о которой вы, в общем-то, многие не имеете даже понятия. То есть о Советском Союзе со всеми его плюсами и минусами. Это была другая шкала ценностей. Другие люди порой, на мой взгляд, более наивные, и которые завидомо уже проигрывали соревнования в этом быстро меняющемся мире. Третье изменения, которые были в мире, они вызвали развал системы, и Союзский Союз развалился изнутри, и то, что образовалось на его обломках, это то, в чем вы выросли, и это те государства, которые являются антисоветскими, хуже, чем Америка была в свое время для Советского Союза. Вы выросли в этой системе, и это ваша шкала ценностей, это ваш менталитет, это ваши знания, и во всем есть плюсы и минусы. Вы просто другие люди, поэтому вы иногда не понимаете, что я хочу, вы не понимаете того, куда я хотел бы вести свое дело, себя самого, и используя это все, куда я бы хотел привести вас, может быть, используя уже вашу шкалу ценностей, ваше устремление, ваши цели. Иммиграция в Австралию это то, что было еще при Советском Союзе мечтой, и то, что остается мечтой сейчас, потому что и в Советском Союзе, и в нынешней, и в будущей России, Украины и так далее, жизнь будет всегда хуже, чем в Австралии. Почему это долгий разговор, со мной будут спорить, ну, давайте спорьте, но в основном спорят те, которые по басне Крылова, виноград велен, им просто недоступна Австралия, им больно и обидно, и пытаются сказать, что а вот у нас хорошо, ну, да, потому там и плохо, потому что это ваша страна, и вы ее строили. Но, опять-таки, люди не понимают того, что, какие есть преимущества этой системы, и кто-то понимает, использует ее. Ну, простейший пример, вряд ли вы найдете агента, который будет с вами просто так часами разговаривать, вникая вообще, это не пустые разговоры, как вы иногда думаете. Надо вникнуть в вашу личность, надо понять без всяких тестов, без всяких, может быть, на каких-то научных подходов, понять, кто вы есть на самом деле, что вам на самом деле нужно, и что вы на самом деле можете сделать. Вы декларировать можете все, что угодно. Есть люди, которые никогда не пойдут в науку, потому что у них это стремление уже атрофировалось, и это не так легко понять, потому что на словах человек может быть смышленый, человек может быть заточенный на самые большие высоты, но его жизненный опыт, его поведение, его предыдущий контакт, достижения показывают, что это типичный даробичанин для этого человека, надо делать самый простой путь, понятно ему объяснять, а не навязывать ему свою точку зрения. Это все выясняется во время этих очень долгих разговоров. В отличие от всех этих недоагентов или агентов, я скажу, что не будет такого, чтобы я 15 минут с вами поговорил, или там 10, потом сказал, платите мне деньги. Это неэтично, это нездоровое поведение агента, даже, на мой взгляд, с точки зрения вашего поколения. С точки зрения моего поколения, это совершенно безнравственный поступок. Агент не должен так себя вести, в первую очередь, конечно, образовательный агент, но, в общем-то, иммиграционный агент, он должен поставить систему, при которой этого не будет. Не будет, кстати, и обмана. А здесь другой аспект, который вы не понимаете. Вы выросли в обществе, где мечтой является, чтобы ты ничего не делал, а на тебя работали люди. Это, в общем-то, капитализм, но в его, допустим, пост даже империалистической стадии. Смысл в том, что при капитализме человек работает и продает излишки своего труда, или работает группа, предприятие, и, соответственно, идет отъем какой-то прибавленной стоимости, и, соответственно, человек обогащается трудом других людей, являясь и собственником, и менеджером, или иногда нанимая менеджера со стороны. Соответственно, я противник таких отношений, и я очень не люблю, когда отнимается чужой труд. Поэтому, по крайней мере, на уровне, в котором я работаю, и на уровне, в котором я общаюсь, зачастую возможны не создания каких-то крупных предприятий, где люди дорабатывают тебе деньги, а когда каждый человек занимается своим делом. И если мы работаем, то, ну, предположим, на учебные заведения, на государство. В остальном, в общем-то, каждый человек является индивидуальным предпринимателем, и это такая мечта капиталистического общества, от которой капиталистическое общество уже давно ушло. Соответственно, я признаю капитализм, но мне очень не нравится эксплуатация человека человеком. Я признаю капитализм в такой более социалистической формации, и вокруг себя я строю такие отношения. То есть я не нанимаю никогда людей, я не работаю ни с какими субконтракторами, тем более те люди, которые могли бы быть субагентами, это люди такие, как вы, то есть люди, которые смотрят на мир другими глазами, а, соответственно, и стараются строить бизнес другим путем. И я видел таких людей, и вы знаете людей, которые были моими студентами, и попытались меня копировать в итоге от моей модели, ушли, ушли к тому, что, в общем-то, вы все и делаете. То есть пытаясь больше взять клиента, пытаясь, скажем так, больше взять тех людей, которые на вас работают, соответственно, в корне, что противоречит той модели, которую я построил. Но вы при этом являетесь моими помощниками, и друзьями, и соратниками, преданными соратниками зачастую, в том плане, что вот мое отношение к вам, вам нравится, хотя сами вы бы, наверное, строили все по-другому, но это чудотковатое немножко поведение, когда человек может и ранним утром, и ночью, и в выходные вам ответить. Он может кушать, как я это делаю, разговаривать с вами, потому что я не могу выходить на обеденный перерыв. У людей в действительности проблемы, которые решать надо здесь и сейчас. У них удобное время, и, значит, если я могу кушать и разговаривать с вами, значит, я буду так и делать. Или заниматься другими делами, и разговаривать с вами, но если в действительности требуется средоточение какого-то, а не обмена информацией, то да, тут придется уже все бросать и с вами разговаривать уже, записывая все и делать какие-то выводы. Поэтому, дорогие друзья, это объясняет, почему я другой. Я не говорю, что я лучше, я просто другой. И вам это зачастую удобнее. Вам неудобно, если я буду вас отправлять к сторонним лицам, каким-то агентам, каким-то людям, которые не обладают информацией и не несут ответственности. Потому что в своем деле я и только я несу ответственность за все, что с вами происходит. Кроме ваших личных отношений с учебным заведением порой, или с департаментом иммиграции, или со страховой компанией, предположим, и частично с работодателями, или полностью с работодателями, если это не мои друзья. Соответственно, вам это выгодно. Вы не понимаете, зачем я это делаю. Но из-за того, что нам так всем удобнее, я не ломаю свои принципы, я зарабатываю, естественно, деньги, потому что, слава богу, учебное заведение платят комиссионные. И здесь мне предоставлена полная воля организовывать свой бизнес отношения с вами, как я захочу. Лишь бы приходили студенты, лишь бы эти студенты были дисциплинированы, и лишь бы они были успешны. Ваш успех, это мой успех, это успех учебного заведения, успех всей той системы, которую вместе с вами мы, кстати, и строим. Я уже говорил, я пытаюсь вовлекать вас в этот процесс, по крайней мере, в процесс вашего, строения вашего будущего. Я не являюсь тем агентом, коих большинство, которые говорят, вот иди туда, вот там, как бы и все. А дальше сам разберешься. Если нужна иммиграционная помощь, спрашивай, я тебе оформлю визу, заработаю на этом деньги. Этого нет. Более того, в той ситуации, которая была раньше, нам вообще не были нужны иммиграционные агенты, потому что ситуация иммиграционная была очень простая. И очень легко было, отучившись, получить вид на жительство, податься на 189-ю, 190-ю визу, сделать 485-ю, позже, может быть, визу, и остаться в стране. На этот момент мы должны благодарить Бога, что такой же романтичный, но так как он миграционный агент, он не может с вас не брать деньги, понимаете, потому что больше ему никто не будет платить. Объем работы там достаточно серьезный, и работа миграционного агента на самом деле требует вот эти платы за переучивание, платы за образование, кстати, сейчас это диплом, целый год, и она может стоить 15-20 тысяч долларов, даже больше, за курс обучения, это отнимает много времени, поэтому, естественно, миграционный агент берет деньги, но такого романтичного человека, как и предельно образованного и грамотного, как Леша Чахунов, я не встречал. И я не работаю с Алексеем, мы друзья, и любой человек, который ищет миграционного совета, безусловно, я отправляю его к Алексею, просто потому что я ему доверяю не как агенту, а как человеку, агенту он в действительности хороший, но он хороший человек, и он не попадет в какой-то переплет, какой-то, грубо говоря, он не ступит в дерьмо, а вместе с ним не ступите в это дерьмо и вы. Поэтому он осторожный, да, знаете, миграция в Австралию учит осторожности, и за необдуманные поступки потом очень дорого можно заплатить. Посмотрите на то, что происходит с другими агентами, клиентами, очень часто, можно целую книгу написать о том, что происходит. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, принимайте мой бизнес, и если хотите, бизнес-модель, такой, какой она есть. Все-таки я делал MBA, и это не единственная моя магистратура, и тем более уже оборудование в Австралии, а тем более уже и российское «on top of it», или, скажем так, «laying foundation», то есть, будучи основой. Соответственно, у меня есть чем гордиться, у меня есть знания, которые не стереть, как знания википедии. Вы пользуетесь, допустим, британикой, энциклопедией, которая онлайн, а я пользуюсь печатным материалом, и его не изменишь. Если однажды ты дал факт, то этот факт есть. Так и в моей памяти хранится информация, которую уже вы не найдете в интернете, которую уже пытаются скрывать, но она и есть. Информация, которая была из стран, которые больше не существуют, такие как Советский Союз, Восточная Германия, Германская Демократическая Республика, Социалистическая Болгария. Это все страны, которые уже не существуют. Чехословакия. У меня есть знания из этих стран, у меня есть знания из мира, которые описываются совершенно по-другому, и знания истории, которая описывалась по-другому, и те факты истории, о которых говорили, и сейчас не говорят, и никогда больше говорить не будут, а потом и сотрут из истории. Все это есть. И все я это принимаю, применяю в своем деле. Это все для того, чтобы вы были успешнее. Я не смогу возвысить себя в моей нынешней ипостаси, но мои ученики, вы сможете. Спасибо. 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 Игорь Негода.